Ханов, почему вы открываете рот, а звука нет? Потому что вы не включили микрофон, скорее всего, Дмитрий Ханов. Обычно открывают рот, и в него залетает хуй, блядь. Дмитрий Ханов, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как представитель старой школы бокса, не люблю всю эту суету, поэтому достаточно один раз сказать, я всё прекрасно понимаю. И да, моё второе имя Микки Голдмилл. Если знаете, боксёра Рокки, я его тренировал, а сейчас меня нанял Вячеслав Бустеренко. Мы с ним не так давно работаем, но, вы знаете, мне сразу понравилось то, что он предрасположен к старой школе. Его удары действительно мощные. Показывает хорошие результаты. Да, он чуть медленен, выносливость слабая, но он может. Я в нём увидел того человека, который может победить. И мы с ним победим. Хорошо, Дмитрий, что вы сказали? По поводу завтрашнего боя с Артуром Нарчуковом. Вы видели форму Артура Нарчука в предыдущем бою? Вы знаете, побольше двух, блядь, был. Вы знаете, уважаемый Данна Вайт, 7-1 счёт был тогда проигрыша, но тогда я не был его тренером. По факту он нанял сход прямо сейчас, да? Да, и мне, знаете, мне сразу бросилось глаза вот что, что форма Артура очень классно смотрится на белом ринге. Ага, это твой... То есть он будет на нём лежать. Тот бандит Лихановых, которая группировка была в 79-м. Вот, в 2004-м, он отсидел, это нихуя не значит, блядь. Твой грязный спонсор, вот откуда у тебя бабки? А ты чё, ёпо? А ты чё, ёпо, стричат? Не нужны бабки, чтобы отдрать твою жопу, ёпта. Одну секунду. Сним вашего, б***ь, я тебя вылим, я слышен, дурачок, от ёбаный. Ребят, ребят, секунду. Я считаю, что борьба 2 в 1 нечестная. Поэтому у Артура тоже есть тренер. Это Стил Самбел. Здорово, слабочки, ебаные, б***ь. Чё это за, нахуй, здорово, вермишель, б***ь, ебаные. Ты как общаешься, положи, нахуй, б***ь. Да тебе, не до тебя. Кто там, ты, б***ь, это ты, завтра, братчик, не будешь полотенцем, б***ь, выбрасывать, нахуй. Слышит, датчик, ебаный, заткнулся, нахуй, б***ь. Злова, нахуй, подготовки и проебал, однажды, проебёшь ты дважды, понял, нахуй. Единственное всё, ты можешь подготовить тебя, б***ь, как на ротик, б***ь, принимать, нахуй. Вы завтра оба, сука, поляжете, б***ь. Слова, успокоиться, архуй. Ум, ебаный, угол, ебаный, нахуй. Слова, гоня, как собаку, ебаный. Посмотри на его отдыхалку, посмотри, что он делает, б***ь. Ты так сможешь, нахуй? Ну, так заглатывать я и смогу по факту, б***ь. Самбел, у меня вопрос к тебе, Самбел. Подождите, подождите, Дмитрий. Как долго вы тренируете Артура Нарычука, Самбел? Третий день. Третий день. Он уже делает успехи большие, да. Большие успехи. Вдота нечленов, б***ь. Вы видите, вы видите в нём хорошего бойца. Хорошего, хуйца маленького, б***ь. Тишину, топусти. Пока взрослые говорят, ты, маленькая, сучка, закрой свой п***. Не завали свои, ебало, слышишь, утюмок, ебаный, б***ь. Самбел, а когда твой боец тренируется, он тоже в наушниках. Я не слышу, откуда звук. А то я боюсь, что он гонг не услышит, и придётся его выносить ногами вперёд. Слышишь, ты кого нахуй там тренируешь, слышишь? У тебя песок сыпется из-под тебя, ты кого тренируешься, б***ь. О, это молодёжь. Это опыт, её номер, слышишь, б***ь. Тот, что тут решает нам, понятно? Слава. На второго хватит сил. На второго хватит сил. Он с моим хуём поборется, б***ь. Силы отзывая мы его потом вдвоём с тобой. Б***ь, прочим, ух, чё ты там п***ишь, слышишь, цыплёнок ебаный, я не слышно, нахуй. Я на свою старую жизнь, но всё попробовал, можем вдвоём с ним позаваться. Б***ь, восемь, нахуй, разъеби их, б***ь. Б***ь, лучше просто, восемь, нахуй, делай. Восемь, ну это, б***ь, это количество хуилов, нахуй. Сколько он уже был день, б***ь, 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 б***ь. Б***ь, за всё это дурак упадёт, нахуй. Знаете, что я вам скажу? Я вижу уверенность в бойце Артуре Самвэла, но я не вижу уверенности в Дмитрии. Пап, он тут-то немножко боится за своего бойца. Если для вас крики это уверенность, то, друзья мои, вы ошибаетесь. Делайте, и после того, как распахнулся халат, я ещё не вижу хуя, б***ь, у этого бойца, нахуй. Дмитрий, вы показываете своё спокойствие, да, чтобы не переживаете. Так я знаю, что достаточно будет двоечки. Самое сложное, это будет найти подбородок у противника. Ребят, сейчас я хочу... Послушайте меня, Дмитрий Ликс. Это ваш боец, и он будет завтра... Алё, дурачок, нахуй, ебать, ты чё, сука? Джер, джер, боковой, боковой, боковой. Вячеслав, покажи двоечку, которую я тебя учил. Слава, двоечку, покажи двоечку, быструю двоечку. Вот, вот она, добивочка. Да, будет жарким. Гриб, грибочек, как у тебя двоечка, твоя двоечка, это вот так, только бы за моего, просто попущу, б***ь, разорвочку, нахуй. Гриб, грибочек. А вот это, по-моему, Кишин, нахуй, на жердочке сиди, грибочек. Да, вот для тебя мухоманом станет, дружище, как гибли, слышишь, б***ь, поймёт, нахуй, б***ь, успокоился, там, б***ь. Злой, а ну покажи, как ты добиваешься, злой, а ну покажи, как родиком работаешь, нахуй. Будет работать так же, как это сломанная груша, б***ь, вот он мой, вот он мой ученик, это он с яичками так бороться будет. Вот так же он слышал, б***ь, б***ь, животиком будет лежать, нахуй, завтра, б***ь. Споколался, нахуй, я щас пойду, смотри, вот знаешь, яблоко от яблок недалеко не падает, посмотри мой удар и свой. Поэтому вы два таких долбоёба, нахуй. Нихуя, он конченый, б***ь. Самвел показывает свой профессионализм, я думаю, что стоит подойти к нашим, точнее, репортерам подойти к нам. Первого репортера, я подзываю его, кстати, зовут Шадоукек. Здравствуйте. Максим Павлов кличет этого человека. Здравствуйте. Добрый день, Максим Павлов, есть ли у вас какие-то вопросы? Да, конечно, у меня есть парочка вопросов. Здравствуй, всем привет, дорогие друзья. У меня тут записано, злой, один вопрос к злому, второму к полковнику Пустеренко. Здравствуйте. Да, я слушаю вас. Злой, у вас первый вопрос. У меня тут записано, что вы в прошлом работали дояркой. Как, я вот такой вопрос, как так получилось, насколько сильно вас обидела корова, что вы стали работать в ММА? Понимаете, мистер Шадоу Пеннис, просто терка, это всего лишь было небольшое прикрытие. Я вырубал с одной левой БК между рук, так сказать, и меня называют на рынке One Tap One Kill. Я это не знаю, как силу на рынке называют. Вот ведь в этом не сомневаться. Это че, как-то букошки с тобой разгадь. Не отвечаем, нахуй, нахуй ты какому-то репортеру отвечаешь бы. Это не славитно, бля. Ну, я хочу сказать, давай. Не забывайте репортеру. Да давай, что происходит? Блин, валюки закрыли, бля. Да, давай. Я прошу сказать, полковник. Да, 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 пресс-конференция. Тут нет правил. Да, репортер. Полковник, тогда Слава встань и ебни, ебни его сейчас прям, нахуй. Да, можешь ебнуть. Я хочу раздевнуть. Я хочу раздевнуть. Или, подожди, вы имеете туда репортера ебнуть? Не, 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 между ними Вадим сидит. Не, 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 какой драки. Если драки не будет. Не, мы на уважении, бля. Я хочу с ним разобраться в октагоне, бля, с этой киской ебаной, нахуй. Хорошо, подождите. Репортер Максим Павлов, есть ли у вас еще вопросы? Конечно. Полковник, как так вышло, что вы проиграли 7-1 доярки? Да, я могу все рассказать, я могу, как бы, ну, естественно, объяснить ситуацию. Вы должны понимать то, что у нас у всех бывают успешные дни, бывают неуспешные. И это был неуспешный день в моей карьере. Все должны понимать то, что любой взлет начинается, блядь, с падения, блядь, и как там. Вячеслав, он просто вас подкалывает на этот вопрос. Не видите, не видите, не видите, не видите. Тренер, у тебя кто тренер был? Где он? Кто был тренером? Однажды, лутер твардый. Не было. Лутер навсегда. Навсегда. Вы сейчас сайбуете команду, ебаном, блядь. Ты сосал один раз, блядь. Ибо че-то ржой свои бурферы нахуй выкатил, блядь. Будет дуполь отсос, блядь. Разили в Германии тоже. Свои игры нахуй, сука, выми, блядь, да. Вячеслав, я хочу, чтобы вы сказали пару слов о своем предыдущем поражении. Да, 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 предыдущие это про какой именно? То, что вы проиграли 7-1 против злова. Да, я естественно понял, это шутка просто. Я естественно понял. Я естественно понял, да, вы должны понимать то, что... Что была проблема? У меня была большая задержка. Большая задержка у меня была. Происходила из-за того, что был подключен. Задержка в чем? В развитии в боксерском у него была задержка. Задержка в развертке. В развертке. Задержка в боксерском развитии у меня была. Полковник, еще один вопрос. Сейчас вы избавились от этого? Естественно, я максимально хорошо подошел к бою. Я могу сказать то, что все люди, которые будут за меня болеть, они в этом завтра оборудуются. Он даже не может речь составить. Что ты так пиздишь? Наху иди понюхай ебать подмышку. Максим Павлов, у вас есть вопросы к Вячеславу? Да, Вячеслав. Да. Еще выяснилось по прошлым видеозаписям и прошлой деятельности Дмитрия Лиханова. Он у вас оказывается овощевод, а не тренер. Как так вышло? В 2003, накануне 2004 году, Дмитрий Лихс устроился, перед тем, как начать боксерскую карьеру, вообще тренировочный свой путь, он устроился на овощебазу, за что... Потому что я из овощей делаю животных, которые рвут на ринге. Нет, он просто... Вячеслав, нет чувства, что вас обучают как овощ. Не, ни в коем случае. Не чувствую, что вы просто рассказать его путь, за счет чего он сел. То есть там конкретная отмывка помидоров была, происходила. Вячеслав, самое главное, чтобы вы завтра не выглядели как груша. Не, 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 я буду как яблоко выглядеть, блядь. Это отлично. Я буду как мишня выглядеть, как два яйца, которые в рот залетят самому нахуй. Этому долбоебу, да. Вячеслав, вы приготовили уже слова после победы, что вы скажете завтра? Естественно, я хочу, ну, я уже могу, в принципе, до сейчас передать привет своим близким, которые меня поддерживали, блядь. Все те уебки, которые называли меня грибом, ошибутся. Дмитрий Лихс. Ну, мама еще. Микки Голднил. Да, точнее, Микки Голд. Самое важное, Вячеслав, в жизни это поддержка, правильно? Да, конечно. Максим, у вас есть еще вопросы? Да, у меня есть последний вопрос к тренеру злого, Самвелу. Конечно. Самвел, как вы думаете, как ваш, кого вы тренируете, злой, настроен против боя, против полковника Бустиренко? Да, стало плохо, ладно, все, вопросов нет. Ну, ладно. Ну, я все равно скажу. У меня есть вопросы. Звездочку, Ликсу, а еще потом засует туда этот гриб, ебаный, и забьет вот так, вот так, вот так, вот так, понятно? Ой, ебать сказочники сидят, нахуй. Самвел, смотрите, есть одна проблема, когда вы очень сильно кричите, мы вас не слышим, поэтому... Поэтому кричите больше, чтобы вас, нахуй, вообще никак не слышали, блядь. У меня есть, у меня есть один вопрос. Кому? Почему здесь одни репортеры, где наши зрители, где наши фаны? Вообще-то наши зрители в чате, но ваши фаны и ваши фаны. А за меня все болеют, блядь, я уверен, нахуй. Не. Ты пустил сюда репортеров, думал, тебе никто не придет поддержать, потому что все за меня, да? А при чем здесь, все здесь, все здесь, все это видят, все это видят, все это видят. Я имею в виду, что в эфире ты здесь. Артур, смотрите, во-первых, это все собирал я, Артур, то есть, вы считаете мою проделанную работу некомпетентной? Да, компетентностью тут немножко не пахнет, как бы, да? А что пахнет, блядь, вым говном, нахуй, сукло, ебаный, это обосраться, нахуй. Все собрались, все говорят. Они насилие через экраны, их нету тут в дискорде с нами на конференции. Они здесь, они здесь. Увидеть их лица, как они смотрят. Они у нас, они у нас сердце все, Артур. Артур, а мы можем провести голосование и увидеть, за кого они болеют. Это отличная идея. Уважаемый, уважаемый ведущий, последний вопрос к злому. Да, ведущего тут нет. А? Кого? Ведущего тут нет, у тебя есть организатор. У тебя есть организатор, уважительно, относитесь. Конечно. Прошу прощить. Последний вопрос, злой. А вы подбирали ваш халат под цвет вашего говна, или как? Не отвечаю за вопрос. Не слишком компетентный вопрос, как бы, да, у репортера. Поэтому я говорил, где вы говорите, я бы голбоед, нахуй. Где тут зрители, понимаете? Кто-то может мне ответить, как клоун может стать тренером? Вот как? Так. Мы сами махаем, как ты им стал, блядь. Слава, подожди, подожди. Слава, подожди, подожди. Спасибо. Пусть и гриб лучше пусть помолчит, хорошо. Сейчас взрослые люди говорят, ребята. Следующий репортер. Следующий репортер это Гуакамоле. Ладно. Марк Григорьев. Встречайте Марка Григорьева. У него есть пару вопросов, чтобы вам задать. Че, мне одному не похуй на него. Ебало. Можно сразу к следующему репортеру переехать. Марк, здравствуйте. Марк, здравствуйте. Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, бойцы. Почему вы находитесь в сцене? Марк, призрак. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я хочу сообщить такую вещь. Ведущий сообщил то, что, точнее, организатор сообщил то, что у нас онлайн-конференция, но, как видите, зал уже готов, октагон готов, публика заряжается к завтрашнему дню. Все готово. Мы ожидаем только бойцов. Спасибо вам, Марк. Мне очень приятно. Что ж, друзья, у нас заключительная пресс-конференция все-таки перед боем. У меня вопрос к двум бойцам. Друзья, как идет вообще ваша подготовка к бою? В первую очередь, я думаю, этот вопрос волнует многих. Как вы тренируетесь, как вы готовитесь, как вы занимаетесь? Интересно, что ответит мой оппонент на этот вопрос. Мне кажется, это вопрос больше тренером, наверное. Нет, давайте я в первую очередь отвечу за себя. Я не буду много говорить касаемо своей подготовки. Я просто сделаю вот так вот. Как? Сейчас покажу. Я думаю, вопросы отпали нахуй. Слабачки ебаные. Уважаемый Марк, у меня вопрос к вам. Непривычная, получается, конечно, роль. Вопрос к репортеру, но все же. Могу ли задать? Конечно, конечно. Я знаю о связях вашей девушки с тренером команды Артура, с Самвелом. Могли бы вы как-то это прокомментировать? Являются ли ваши вопросы в связи с этим предвзятыми к моему... Связи. Хорошо, я точно. Связи абсолютно неуместные, потому что их как таковых нету, Дмитрий. Их как таковых нету, это всего лишь ебаные вбросы и вкиды. Алло, Тань! Вкиды это мы любим. Я сейчас на конференции, да. Я заеду. Это все ложь. Это все ложь. Марк не, Марк не здесь. Он не узнает ничего. Слава. Да, да, Марк. Вячеслав Бустеренко, расскажите вообще, что у вас здесь ситуация с Артуром произошла такая? Вы вроде бы нормально с ним ладили, и тут внезапно начали недолюбливать друг друга. Только посмотри на зло вообще, как эту бедолагу можно тронуть пальцем. Что вообще сброшено на этот бой? Я честно скажу конкретно, то есть, ну, до этого, до вот этого конфликта у нас было совершенно нормальное, адекватное общение, но в какой-то момент просто, то есть, ну, реально чел про мою маму сказал. В момент, когда он нашел себе нового тренера. Артур, что вы можете сказать? Что у вас за конфликт со Славой? Что я могу сказать? Мне кажется, репортер 2 долго с нами не продержится, потому что сейчас приедут охотники за привидением и будут ловить Каспера, но не суть. Дело в том, что я бы хотел сказать и про свои тренировки, как бы, да, они проходят замечательно. Конечно. Я вас услышал. Вячеслав. Да, да. Вы же на 100% уверен, что можете выиграть Артура? Я совершенно уверен, что и победа у меня нет. Ни малейших, ни малейших, ни малейших, ни малейших, ни малейших, нет сомнений! Я готов ебать. Я еще никаких сомнений даже малейших. Завтра я тебе руку его нахуй. Вячеслав, если вы проиграете, завали ебало. Если вы проиграете, вы готовы выиграть и драпотки на стриме? Можно вопрос тренеру Бустера? Еще раз. Вики, Голд Эс, скажите, пожалуйста, а вы вообще, ну, титулованный боецник? Вы вообще кто? Покажите формулу! Тренер, покажите им! Тренер, покажите им! Прошу вас! Покажите, как копать картошку! Покажите нам, как копать картошку! А вообще вот! Это непонятно, шапка клоуна! Тренер, покажите им! Какой же он тупой, блядь, он замутил микрофон! А, нет, нормально! Тренер, покажи им! Тренер! Тренер, как всегда, вы лучший всем! Можно попросить шляпника на землю припросить? Это скорости старая техника. То, что старая, это 100%. Жаль, как осна, кусай, как комар. Вячеслав, если вы на 100% уверены в своей победе, вы готовы на стриме выпить 100 грамм водки, если проиграете? Слушайте, я так как, ну, так как я являюсь спортивным человеком, я не могу себе позволить, блядь, вот эту хуйню алкогольную, блядь. Я посвятил свою жизнь спорта, я уже покажу свою форму. Слушай, твои мальчики не такое было, блядь, что ты ломаешься, пуси? Ты до сих пор булькаешь, ты ебать, слышишь, нахуй, как в аквариуме, блядь, у Немо, ебта, блядь. Да, блядь, ебаный, тебе до сих пор за щекой сперма засохшая лежит, ебта, ряженка, блядь, домик деревни, блядь, трехпациентов, трехпроцентные, блядь. Иди нахуй, это кисломолочные продукты, ебаные, блядь. Ты завтра сколько полезешься, блядь, ответишь за все слова, то, что ты сказал, нахуй. Я вас услышал, друзья, я вас услышал. Это все вопросы, которые у вас есть? Нет, к Артуру, к Артуру Нерчуку есть очень важный вопрос. Конечно, я слушаю. Никому не секрет, что вы хайпитесь на постановочных стримах с девушками, и у меня к вам вопрос. Этот бой сделан тоже для вашего дальнейшего медиа-развития в пространстве платформы Twitch? Слушай, Касбер, я люблю драться, я люблю побеждать. Я это делаю не ради денег, не ради славы. Мне нужен просто этот бой. Не ради славы, ради славы этого хуя, ебта, дурак, блядь. Что тут бой? Тише, мой подопечник. Я очень сильно расстроен, то, что за славу больше голосуют, а еще больше очень сильно расстроюсь, когда люди расстроятся в том, что ты проиграешь. Ведь они в тебя верят. А тут-то, видимо, маленькая кошечка. Дружище, блядь, дружище, нахуй. Просто маленькая овечка, я постригу тебе. С тебя шарфик сделан. Ты дупо еб, нахуй, иди нахуй отсюда, ты сперма ебаная, блядь. Пенис. Я вас услышал, Артур, спасибо за ваш ответ. Можете еще дополнить, пожалуйста, что вам не нравится в вашем оппоненте, что вас подвигло на этот бой? Слишком маленький ротик для моего большого пениса. Блядь, я для твоей зубочистки, нахуй, даже любая дырочка, даже сырная подойдет, иди в пизду, ебать. Я завтра в тебе, блядь, как в сыре, как в пармезане, ебаного, как в сулугуни, нахуй, протолкая его, блядь, в те все дырочки, сука. Покажи, покажи свою форму, бля, хуйло. Какой бесов, там сиськи торчал с халатом, блядь. Что-то заверенное, хуйя, там, ебать вы, нахуй, его хоть сейчас за соски подергаем, блядь, кефир, и тебе дас, нахуй. Блядь, на него мышцы, посмотри. Что-то за пункт, где был, ебанчик, блядь. Ты, девочка, бляденька, нахуй. Я могу стать табуреткой для моих яиц, ебать. Артур, в течение 10 секунд побоксировать, можете? Покажите мне серию. Включите. Тренер, включи его музыку. Не надо, не надо. Нашли боксировать, ты лучше своего ученика научи боксировать, Вась. Тренер, включи меня, тренер, давай. Попил со моим пеннисом, блядь. Я тебе просто, бам, ван тап. Это сильно. Васак, нахуй. Да не, да чак, не надо ничего говорить. Спокойтесь. Вот ты, как убитый. Кстати, сидят легенды, что злой умеет на одной руке пять раз отжиматься с ноль. Прошел, он не стал. Прошел, он бьет. Красава, хорош. Настолько быстро. Хорош. Прошел. 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 Артур, вы пришли на бой и не соблазнять женщин. Я пришел крахать, слава. Свет ринга и лица Артура завтра. Готовьте тампоны и ваты. Вам понадобится много. Настолько такая была, и вот так натягивалась. Это что у тебя было, не подскажешь? Ну, знаешь, что не про нос, такая история. То, что натягивалась похожа на хуй, ебтый. Завтра натянем твоего бойца. Натяните твоего бойца. Понятно, нахуй. Мой бойец лучшийся. Завтра я, блядь, твоему бойцу, нахуй, без шенгенов по Пенгагенц летаю, ебать. Фуху-ху. Светаясь, на колени будешь смолзать, сучка. Микки Голд Эс. Давайте следующих репортеров, я думаю. Хорошо. Сейчас мы позовем вам репортера. Кстати, он довольно давно в боях. Недавно он очень жестко закусился. Еще дальше он в хуях. И вырубил его с одного удара. Это Иван Шурпатов, по кличке Строго. Добрый день. Аплодисменты. Поповествую, бойца. Не видно, не видно, не видно его еще. Товарищ организатор, можно маленькую ремарочку? Конечно. Я знаю этого репортера, но на самом деле это не репортер. А кто это? Репортер позвал на стрим. Ну как не репортер? Это упорщица. У него камера, у него камера, посмотрите. Это упорщица, блядь. Это камера, это репортер. Это репортер. Тише, 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 парни. Кто анимешника на стриме позвал с ушами? Я слушал вас. Это репортер? Да. Тогда у вас есть подготовленные вопросы. Есть пару подготовленных вопросов. Верно, вопрос. Вячеславу. Вячеслав, у вас лустриг 0-3. И что? И вы проиграли на неделе один бой. А также в Clash Royale пососали два боя. Как вы думаете, сможете ли одержать победу в этот раз? А-а-а, я тебя вспомнил, ебать, рыжий карапуз, нахуй. Всегда вы в соси. Я тебя вспомнил, рыжий карапуз, ебаный, блядь. Отраханный, блядь. Ебало, завали. Вячеслав, он говорит правду, Вячеслав? Отчасти, да, я не спорю. В какой-то момент своей карьеры, я раньше до того стал бойцом, я был профессиональным игроком в Clash Royale. Вы самые гланды пососали в Clash Royale. Завали, ебало, слышишь, блядь. Были успехи в этой игре. К сожалению, да, в Clash Royale у меня, мягко говоря, не пошло. То есть, в свое... Слава, так вы сосете во всех играх и тут решили. Да, да. Один злой. Блядь. Он во всех играх сосет. Да, ну, Вай, что это за хуйня? Это некомпетентный репортер. Репортер, подождите. Репортер, подождите. Тренер, спасибо. Вы разговаривали с девушками, Иван Шурпатов. Извиняюсь, больше не буду. А то мы видели ваши некоторые... Давайте так я тоже высыплю в роли репортера, донуясь, прошу прощения. Мистер, у него в прошлом была подкличка Грибок. Вячеслав, Вячеслав, до этого вы играли в игру под названием Clash Royale. Правильно? Было дело, было дело. Я пиздеть не стану. Да, я не спорю. Я играл в Clash Royale. Да, и в какой-то момент я проиграл тому, блядь. Мандарину ебаному, блядь. Было дело, да. И что? Я принял. Но все проигрывают, Вячеслав, правильно? Ты что-то здесь не в форме, слышишь? Может, включаешься? Давай-ка не пизди, нахуй. А вам на него смотреть не надо. Вам его надо съесть и отравиться. Слушай, чё, не важно, как я выгляжу, ебать. Важно, как я буду двигаться в ринге, ебать. И как твои губки будут в ринге двигаться по моему хую, ебцы. У меня будет очко вот так делать. Блядь, чё ты выкатуришь и шарик надуманной пиздит, ебанной, нахуй. Хорошо. Иван Шурпатов, скажите, пожалуйста, это единственный вопрос, который у вас есть? Нет, у меня еще есть в спауру подготовленных вопросах, а именно еще есть к злому один вопрос. Злой. А вы точно уверены в своих силах на бой? Ведь вы после трех отжиманий на одной руке и трех ударов по груши вы даже не смогли нормально встать с... Иван, а вы умеете отжиматься? Да это ж лобак, ебаный, он уже умер, в очках сидит, блядь. Подскажите, пожалуйста. Можно вы нам продемонстрируете, как нужно отжиматься на одной руке? Благо вайт, благо вайт. Не надо, не надо, репортер не боится. Репортер, я просто тебе спрашиваю вопросы, алло, блядь. Благо вайт, подскажите, пожалуйста, у нас конференция в Амстердаме, у нас просто репортер номер два уже не шевелится какое-то не сильное время, довольно. Ну и зрачки у него, откровенно говоря, прозрачные. Марк Григорьев, что с вами? Вы так внимательно наблюдаете? Есть вероятность, что его контузило, блядь. Мы готовим зал к завтрашнему бою, дайте секунду, пожалуйста. Слушай, расскажи, как ты говоришь закрытым ртом, блядь. Хорошо, пожалуйста. Я попрошу, пожалуйста, задать еще один вопрос. Да, мне злой не ответил на вопрос мой, который я ему задал. Что я хочу сказать? Послушайте, Иван Шурпатов, вы можете не сомневаться в моей боевой подготовке. Вы лучше посомневайтесь в боевой подготовке этого маленького Грибочка. Посмотрите на него. Он сильнее нихуя не делал, не тренировался. Немножко посасывал, только и разоминал губочки передо мной. Я унесу эту сучку, эту маленькую кошечку. Просто срказу. Эй, репортер, швёртый, не снимайте меня, я в розыске. Мне никто... Мне не снимай, я в розыске. Иван, чтобы начать снимать, нужно убрать... Пол твоих слов было слышно, ебать. У вас объектив закрыт, если что, Иван. Я не говорю, это пацаной ебан, бля, ебаный, колоссальный, бля. Ты, пацаной, репортер, срабка, бля. Ты, пацаной, репортер, срабка, бля. На ничего здесь не выиграть. Ничего здесь не получит, кроме... Рыжий пиздун, хей. Никто, бля. Никаких твоих яиц, мы перепелины, да боят, нахуй. Иди до новости, Ряна Руна вышла, беги быстрее. Ребята, смотрите, ещё мы кое-что забыли обсудить. Это же, как бы, считается реванш. И здесь должен быть какой-то призовой. Пока, как говорится, об этом не сообщали. Я прямо сейчас готов с этой девкой обговорить, бля. То, сколько он готов поставить наше противостояние, бля. В наше время тысячи рублей было много. Ну, в ваше время это, бля, вообще, я уже не буду вам про это говорить. Адавайте, сколько вы готовы выделить на наш бой? Как бы вы организатор, вы платите деньги. Смотрите, я думаю, что с вас сто тысяч и со Славой сто тысяч. То есть мы боремся, по сути, за сто тысяч, бля. Нет, за 200. За 200. Ну, если мы все скидываемся, то, получается... А если ничья, всё, тренером идёт? Суммы достаточно большие, друзья. Репортером можно, пожалуйста, тоже оплату сделать? Репортером, ты готов кинуться, бля? Нет, просто оплату. А слушай, мне не сильно важны деньги. Я буду писать его бесплатно. Я уже заработал миллионы. У тебя мочи нет, ты её сам всё выпил, долбоёб, нахуй. У меня не было, бля. Секунду, секунду, подождите. Артур, то есть вы боитесь поставить на этот матч? Значит, вы не уверены в своей победе? Вы не уверены в моей компетентности и в дирижении. У него ручки трясутся. Я, бля, буду уверен в своей лошке. Я просто говорю про то, что вы боитесь. Траха нет. Не надо такое справочное. Хорошо, вы готовы поставить 100 тысяч назад? Вы готовы поставить эти копейки и трахнуть этого? Артур, вы были замечены. В игре в казино достаточно большие суммы, которые вы просто сливали. Но вы не уверены настолько в своей победе? Я готов трахнуть эту сучку на любые деньги. Артур, вы тоже были замечены на игры за большие деньги. Да, это право. Особенно в Биг Бас Бананзе. Давайте, кто здесь не был замечен, давайте так. Ну пока больше 50 рублей, вы не видели. Не важно, какие там будут деньги. Важно то, что я выиграю этот бой. И те, кто... Блядь, что ты там мяукаешь, нахуй, Капибара, блядь, ебаная. Вячеслав, Вячеслав, к нам срочный вопрос. Да, да. К нам срочный вопрос. Меня попросили, что... Зрители, чтобы вы показали свой бицепс на камеру. И желательно еще пресс. Пресс сейчас на реабилитации. Вы можете, пожалуйста, показать пресс, Вячеслав? Могу сейчас. Слава, покажи ему сразу хуй. Пускай заглотит и уйдет. Показать пресс, блядь, как скажешь, нахуй. Вот поэтому я и буду тебя пробивать, маленькая сучка. Хорошо. Маленькая сучка в трусиках, блядь. Поспасать в кругу ты максимум будешь там пробивать. У Ивана Шурпатова нет больше вопросов. Ты ебал, что я завали, слушай, Галейный, епта. Алексей Пчелкин, давайте попросили. Ты, блядь, слышишь, девка, ты просил пресс? Девка, блядь. Давай. Держи, родной, нахуй. Если что, Алексей Пчелкин. О, боже, блядь. Это ваша фотография? Моя, блядь. Это ваша, полковник? Нет, блядь, ваша, нахуй. У тебя там вяленые, кисель, ебаные, блядь. Это его форма после двух тренировок со мной. Две тренировки с ним, блядь, и все, нахуй. А сейчас уже прошло пять тренировок. Суп завтра сделаем, успокойся, давай. Че ты там, пиздишь, я бы сказал, у тебя суп сделаем, нахуй. Че, там мы тебя на этой тёрке, завтра по трем, который... О, овощной, нахуй. Алексей Пчелкин уже здесь. Аллодки, сель, ебаные, это не Пчелкин, четвертый репортер. Алексей, здравствуйте. Точнее, первый. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Алексей Пчелкин. О, Алексей Пчелкин, он давно в этой сфере. Издательство «Соспортивная жижа». Есть пару вопросов для вас, друзья. Для одного, другого боксера. Первый, конечно же, для команды Вячеслава и для... Да, здравствуйте, Алексей, вы мой любимый репортер. Да, Вячеслав. Да. И Дмитрий Лиханов. У меня к вам вопрос. Вы знаете, Вячеслав, что ваш тренер утверждает, что он некий Микки Голдмилл? Да, естественно, я знаю, я знаю, естественно. Вы знаете, что он говорил, что тренирует, точнее тренировал легендарного боксера Рокки? Да, 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 я мне тоже об этом рассказывал. И у меня один вопрос, Вячеслав. Как он может продолжать тренировать вас, если он умер в 1982 году? А вот это вопрос. Умер кто? Розвали ли тренер? Я же говорю, тренер полковника Пиздоболл. Он, блядь, вообще болт. Как его зовут? Это позволь. Микки Голдмилл? Микки Голдмилл. Микки Голдмилл. Микки Голдмилл. страны был очень здорово улечить меня в этом но не забывайте что есть дети и я его сын микки голден младший если вам так будет угодно давать обменировали руки или вы олигировали на руки я 5 уроки тренировал и 6 уроки тренировал папа киршат судном делал вот вы не будете своего бойца рассылся такой вопрос это это микки голден младший микки голден младший мне было 10 лет меня батя отводил в лес и показывал мне все приемы скажите пожалуйста если какие-то схожестью вячеслава бимбаре в натуре умер седьмом на вячеслава я скажу вам вячеслав уникальный боец и я нахожу в нем не только схожи столь напорство я нахожусь сходство с иваном драга я нахожу сходство с ополок ридом у него смирить у него удары очень быстро сосет говорят что вячеслав тренируется день и ночь и никогда не пропускает тренировку пропускай сложную программу потому что бой очень скоро и буквально пару дней самое самое тяжелое я могу сказать так самое тяжелое было вячеслава из изоляционную числа убрать секс он очень его любит мне звонила его девушка я сказал никакого секса и он терпит ждет и за что за что большое спасибо завтра дмитрий одну секунду пожалуйста если есть возможность не носите попкорн пожалуйста по залу потому что репортер 2 заебал есть на пресс-конференции знаете что я хочу сказать почему я использую эту практику воздержание от секса потому что я хочу чтобы мой боец на ринге ебал скажите пожалуйста давно ли вас тренируют данный господин конкретно плотно тренировка мы приступили примут так сказать в кратчайшие сроки до начала боя в ближайшие последние были время или как называется вот ну можно сказать что недавно но я видела честно пиздите стану мы помрачительные являет я недавно видел вас у другого тренера блять да чё ты там скрипишь ты нахуй слышишь блять дверь ты ёбаная жалая блять петля ты ёбаная блять обмусорная нахуй ладно артур если вы хотите поговорить давайте поговорим с вами вопрос для вас если вы не против ваш тренер тоже конечно его тренер никогда не против попку запустить блять артур вопрос следующий мы знаем что вы не особо тренировались перед первым боем но все равно выиграли после этого у вас были тренировки перед реваншем не будет ли он для вас легче чем в первый раз господин 80 уважаем а слушайте алексей все эти тренировки только не думайте что я испугался какого-то малый маленького мышонка который может мне что-то сделать этот маленький снич даже меня не коснулся вообще ни одного удара я начиваться от каждого его удара он будет просто бегать и махать по водка будет только на уровне моей мать не послушайте это все только для того просто трахнут и все я говорю это 10-0 ни одной победы только сосать только подкреплю завтра в бою и ты познаешь что такое ребят понимаю что вы будете играть до 10 побед у нас потайной источник маленькую нахуй и вашу пана прошу пожалуйста не выкладывать никакую информацию никакие видео дорогие друзья ставки будут на данный матч воспроизводится я думаю первую очередь перед тем как отличный вопрос я хочу узнать мнение каждого репортера и услышать их prediction так сказать на предстоящий бой поехали начнем с первого репортера взяв и взвесив все за и против на завтрашний поединок даю prediction победа со счетом 64 пользу вячеслава до 10 побед может быть даже 10 9 ну тогда 10 9 а вам не кажется что до 10 играть очень долго мы будем играть первые 10 раундов нахуй где он будет падать от моей коленочки горячий это сошка на первом репортере верит сильно вас я хочу сказать что он сильно расстроится долл купленный а самый приятный согласен бас бокс тоже как раз кручу спасибо спасибо репортер под номером два блага вайт можно ебало закрой шляпник еще раз приветствовать дорогие друзья прежде чем я отвечу на ваш вопрос я хочу задать такой же аналогичный вопрос бойцам друзья какие у вас предиктен на ваш бой да я вот честно вот если просто здраво-трезво посмотреть на ситуации и на этого ублюдка ебучего нахуй слабого немощного блин этого аниме убить просто облысивший вячеслав можно я дам свой приди который уже все трясется да конечно я могу дать слово тренер не твой оппонентный один из репортеров какой догадайтесь сами отцовского чапалаха бля поймает нахуй дмитрий я бы не выражалась и вам бы даже до завтрашнего боя мой предиктен на бой мой предиктен на бой я третья сторона я ко всем нейтрально отношусь правда не то чтобы алексей пчелкин это купленный репортер по прошлом матче моя ставка если будет best of 10 10 10 до 10 до 10 понял 73 я хочу ответить на поставленные мне вопросы прошу меня не перебивать я хочу дать свой личный предиктен от второго репортера который меня поинтересовался так как мой оппонент уже дал и мне кажется это будет просто в ноль просто в сухую максимум выиграет один раунд это я ему дам возможно родной просто много попку раздерублять контролирует поле боя я контролирую тебя твои губки твою попочку твои ручки я полностью контролирую ты в моем влиянии сучка ты мне ничего не сделаешь ты будешь только посадь артур но я бы не возвышал ваши силы потому что все таки мы за красивый бой а не за выебанок и какие сейчас она предоставляет однажды доказал я хочу видеть мой страх сниме очки не в ту сторону мне кажется дим ты закрутил если что я думаю что сейчас возможность у артура как вы говорите воебываться есть потому что все таки предыдущий бой он провел со счетом 71 спасибо ответил на Максим Павлов, пожалуйста, скажите, пожалуйста, ваш предикшен. Проанализируя всю ситуацию, несмотря на то, что Артур в прошлом дояркой сидит в обосранном халате, не стоит забывать, что тренер Вячеслава пиздобол, а сам Вячеслав проебал уже 7-1. В смысле пиздобол? Это тренер Рокки, блядь! Смотри, как переобулся. Полностью согласен. Ты смотри-ка, как переобулся. Сука! Ебаные папарацци, блядь, ебаные крышки, блядь! Смотри, как переобулся. Хорошо, спасибо большое, спасибо. И, конечно же, мы хотим спросить у Ивана Шурпатова. Также, также сделав анализ по прошлым боям Вячеслава Гусиленко, он каждый раз сосет практически в ноль. Он сосет практически в ноль. Алё, солнышко, я говорю. Другие дисциплины здесь не затраиваются, блядь, пожалуйста. Тогда о чем пиздит этот мандарин, блядь? Нет, нет, это он тоже в бой был, это все в бой был. Мне кажется, счет будет 10-5, и то, ну, при тех случаях, если Артур будет рофлить над своим оппонентом. Уверен, блядь, уверен. Ему пару раундов. Уверен, блядь! Будет примерно 10-5, 10-4, вот такой. Артур его просто растопчет в этом ринге. Иван, можно к вам такой личный вопрос? Вы как тот человек, который уже был в бою с Вячеславом во многих дисциплинах. Скажите, пожалуйста, как оппонент он каков? Но, скажу так, он не подготавливается. Ну, жопу я порвал ему, блядь. Не подготавливается, да. Да, не подготавливается, потом сосет и потом ноет. Вот три его, блядь, причины. Ах ты, сука, девка, ебаная, блядь. Хорошо, спасибо. У меня есть вопрос, да, давай. Так, своему оппоненту Слава, расскажи, что ты умеешь? Как ты тренировался вообще? Что твои ручки умеют? Ты хоть что-то за этих пять дней усвоил? Или ты усвоил только мякуточки возле своей мордочки маленькой? Родной, мне кажется, твой тонкий кишечник, блядь, усвоил мою сперму, ебаный, блядь. Ты питаешься моим протоничиком, блядь, ублюдок, ебаный, блядь. Смотрите, Вячеслав, 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 смотрите, есть такая одна проблема из-за того, что это ваш стрим, то ваш голос доходит хорошо, а злого немножко плохо. Поэтому чуть-чуть сдерживайте себя, когда злой говорит. Прикройте, ебаный, чеснок. Это не поможет, не поможет, потому что работает шумоподавление. Ебаный, завалите, Кристина, набросили, блядь, на гордую, ебаный, блядь. Алёк, что ты, Орел, забился, да? Расскажи, как ты тренировался? Расскажи, что время. Запомни мои слова, блядь. Завтра ты забьёшься в угол, ебаный, и у тебя будет два варианта. Либо выбежать из клетки, либо, блядь, растянуть мои штаны. Артур, в наше время, Артур, говорили, что солнечные очки в помещении надевают тогда, когда боятся показать страх в глаза. Это ебаный, блядь, это ебаный, блядь. Капу помещение тоже не носит, слышь, клоун. Слушай, я толпу не носит. Ты, ебаная мышь в моих глазах, я тебя схаваю. Просто ничего не попал. Ты насадка на пенис, ты на персток члена, блядь. Секунду, секунду, Вячеслав, одну секунду. Я очень хочу попросить сделать голосование предикшен наших зрителей, как они думают, кто победит. Господин Дановайт. Да. Если ещё есть время, я хотел бы ответить на вопрос, почему именно я один поверил в Вячеслава, чтобы снять с себя подозрение, что я продажный. Вячеслав, спасибо большое, что вы это сказали. Я хотел это спросить. Почему именно вы поверили в Вячеслава, хотя предпосылок к этому нет? Я могу ответить за него. 250 тысяч за башня Дановайт. В этот раз они будут драться до 10 побед. Мы заметили, что выносливость Артура на очень низком уровне. Он буквально встал, сел на кресло и уже выдохся. Это большая проблема. У них были короткие дистанции, на длинных дистанциях Вячеслав более выносливый, нежели чем его оппонент. Поэтому здесь логично предположить, что победа достанется. Артур, представитель того рода бойцов, о которых говорят силы есть. У меня есть аргумент этому вашему вопросу. После победы надо мной в этом матче в UFC я предлагаю Славе забиться в VR-бокс в турнире 1 на 1. И мы посмотрим, у кого сильная выносливость и кто умрет после первого раунда. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 мы это сделаем. Я готов поставить любые баки на той, на той наху. Ты слабачок или пуссящий. Ты пустышечка, ёбаная, блядь. Если, если меня не ошибает, как говорится, мой информатор, то до этого в VR-бою также победил злой. Пиздёшь. Кто твой информатор? Скажи, это ты рыжий, блядь, это цапля рыжая, блядь. Также сама победил злой. Вы, кстати, ему кое-что обещали. Но не выполнили это. Лаговать, я рыбаю, победил тренера Вича Павловна. Так вы, боец, ещё и пиздобол, получается, за словами в ответе. Против меня все, сука, против меня все, наху. Конечно, за своими, за своими инструкциями. Тренер, хоть ты со мной, тренер? За своими инструкциями. Тренер, хоть ты со мной, родной? Чтобы меня отсосать. После боя тренера тебя уйдёт, нахуй. Тренер, родной, ты со мной? Мы одно самое. Тренер, блядь, мы одно целое. У тебя, вообще, мои аналитики провели небольшой, небольшой анализ. Подождите, подождите, Марк, секунду одну. У нас сейчас идёт голосование, и у кого есть возможность, проголосуйте. По результатам которого выигрывает и пока эта юбочка, ебаная, эта девочка, ебаная. Я выигрываю под крозлой 56% и считаю, что победит именно он. Я завтра на руку пизденку. Друзья, между делом, я выступаю букмекером в данном противостоянии. Все деньги вы можете отправлять мне. Они распределятся в нужном направлении. Я, да, с букмекером, бля, ебаным, блядь. Коэффициент на зло 1,17 на славу 4. Есть возможность залить. Ебать. Нихуя себе, блядь. Хороший каэф. У нас есть каэф, блядь. Сейчас со мной себя залью. Ну, если кто хочет, короче, расстаться с бабками, то лейте на славу. Ой, что ты там пиздишь, нахуй. Подпёрзок, симбиот, ебаный, блядь. Что я сказал, жравый? То, что мой оппонент не держит язык за зубами. Он любит этим язычком мне отсасывать каждый раунд в следующем марию. А тебе после завтрашнего боя и зубами ничего не удержать будет, потому что их не станет. Сейчас отвечу твоему тренеру, но не успею. Быстрее меня ответит ему время. Артур. Хорошо. Спасибо очень, ребята, злой, что вы готовили шутки к нашему шоу. Спасибо. Вячеслав, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы приготовили уже речь на победу, но вдруг, вдруг так произойдет, что вы проиграете. Что, конечно же, маловероятно. Я не допускаю таких вот вообще исходов событий. Ни в коем случае, честно. У вас нет ни единого шанса проиграть. У меня нет ни единого шанса проиграть. Если я проиграю завтра, я упаду, блядь, в грязь. Хорошо. Вячеслав, Вячеслав, что вы скажете, если все-таки вы проиграете? Если все-таки я проиграю, возможно, я уйду из большого спорта. Придется сосать. Потому что проиграть эти киски ебаные, это просто позор вселенского уровня, блядь. Вячеслав, исходя из нашей аналитики, ваш тренер вообще не смог достигнуть успеха ни в одной из дисциплин, которые когда-либо он прикасался. Это все правда. Это правда. Это правда. Исходя из нашей аналитики, я сейчас заметил некие заговоры, блядь, которые, вот так сказать, представители этой конференции, блядь, против нас активированы. Исходя из жизненной аналитики, блядь, репортер, я из них должен превзойти своего тюнера. Подождите. Вячеслав, вы же понимаете, что это для вас плюс, что все настроены и все против вас. Вы выступаете в этом бою как андердог. Я андердог, я подземная собака. Он будет проще. Он черная лошадка, которая сделает свое дело. Я черная лошадь, ебать! Черная лошадка, черная лошадка, тренера от Туранерчука. Вячеслав, почему именно черная? Дана пеннис. Я хочу кое-что сказать. Я хочу сказать всем спасибо, кто голосует за меня. Так на пеннис, это ваша мама, Артур. Опа! Вячеслав, вы находитесь на съезд конференции. Пожалуйста, выбирайте. Походу, следующее, ебать просто с данной лайта. Я хочу сказать всем огромное спасибо, кто верит в мою победу. Голосует меня. Я, как настоящий грибник, покажу вам, как убирать грибы и сорняки в виде этого тренера-фейка-наебщика, так сказать. 2004 год, запомните, группировочка, вся хуйня. Смотри, бледную поганку не съешь случайно. Хочу сказать, что все, кто верит в славу, вы очень сильно расстроитесь, когда вы увидите его на полу, и я буду сверху его просто гасить. Просто расставкивать. Просто скакать на мою хуе будешь. Эта маленькая сучка будет плакать в ринге. И этими слезами я буду мыть свои претчатки в все его лица. Что-то там попиздил, сказочник ебаный. Ребят, у меня есть... Смех — это защита. Артур, миссионер, нет? Ребята, смотрите, у нас есть кое-какая информация. Вячеславу ничего не нужно ставить на кон поражения, потому что диказа уже все поставила. Это его девушка Екатерина. Она сказала, что если слава проиграет в завтрашнем бою, она уходит к злому. Чего? Ебань, нахуй. Вот этого я не ожидал, чтобы меня вернется даже девушка, блядь моя. Вячеслав, вы хотите, что следующий бой с твоей девушкой? Ты можешь потрахивать своего тренера. Не обращай внимания, если что, у тебя останется тренер. Я честно говорю, возможно, после этого боя, если я проиграю, я перейду в женское мммобле и в партере начну лизать. Это довольно серьезный спорт. Да. Возможно, там нет... Ну, я не знаю, если даже девушка моя от меня отвернулась, то этот бой для меня будет очень важным. Вячеслав, она не отвернулась. Главное, что это не такой кровавый спорт. Нет, Вячеслав, вы не правы. Вы столько уже в своей жизни проиграли, а она все еще с вами. Не переживайте. Спасибо, Алексей. Спасибо за те слова. И после этого боя она останется. Вячеслав, я хочу, чтобы сказали пару слов Алексею. единственному человеку в этом мире, который в вас верит. Фуф. Потому что Дмитрий вас не верит, он просто получает деньги за тренировки. И причем нехуйный уебок старый, блядь. Я вообще ничего не верю. Мы верим в двух бойцов. Я за идеей. Нихуя тебе не тралитете, а это рыжая кочерга пиздит нахуй. Ты что, хуела? Ебало, сусти не нахуй, слышишь, бля, шлепает, съебаный, блядь. Э, это наши непредизионные набои. Позавы, под нами пиздим, нахуй завтра. После твоего поражения, нахуй, будешь мне давать без отчетов. Понял, нахуй. Понятно. Я погоняло, блядь, шли репортеров ржавые, ёпта, слышишь, блядь. Иван, иван строго, скажите, пожалуйста, а с какой вы организацией? Сосотели членов, блядь. Здоровый член, 16-5. Ржавый спорт, блядь. Какой, нахуй, клиника, блядь, ало. Ржавый спорт. Репортер, блядь, телеканала Ржавый спорт, нахуй. Ржавый спорт, блядь, телеканала Ржавый спорт, нахуй. Сосотели, Иван. Никаких доказательств нет. Но он так доходит бойца номер один, то что... Просто если бы даже я его не дефал, это было бы... Я скажу честно, я скажу честно, я завтра выебу злого без лишних слов, нахуй. Послушай, да ты одна идем в римке, я тебя пижу, нахуй, сусонок ебаный, нахуй. Я тебя видел возле сырного завода, ты боялся ко мне подойти, ты был с типами, я сказал, подойди сюда, решимся на улице. Ребята. Чё ты в нюпочку засунулся, куда ты съебался, ты? Сейчас, сейчас, секунду. Я тебя видел, нахуй, в чешком порно, ебаный, блядь. Ты тот чел, которому хуй суют дырочку, блядь, который ртом работает, древак ебаный, иди нахуй, ебаный, блядь. Сосотелся, ты маленькая, эй, понюхай пизды, ох ебаный, блядь. Слава, Слава, стой. Копи, копи, копи. Да, да, я буду копить злость мне, похуй, ебаный. Попробовать, попробовать сделать завтрашний матч сейчас. Битва взглядов. Кто первый моргнет, тот проиграет. Неми очки. И ты снимаешь, детка, ебаный, не, я не могу. Пару ласковых фейстов, друзья. Не, не, с ними с ними с автоками. На счет три вам не нужно моргать. Если вы моргнули, вы проиграли. Я снимаю, нахуй. Он завис, блядь, он завис. Раз. Я снимаю, давайте. Одну секунду, там подготавливается, подготавливается сцена. Давай, девка ебаная, нахуй. Здесь у меня мало шансов. Смотрите, смотрите в камеру, пожалуйста, чтобы нам было вас видно. Ближе, 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 ближе. Закройте глаза, пока я не говорю. Ближе друг к другу, ближе друг к другу. Был бы, нахуй, ебаная тварь, блядь. Нет, вы должны смотреть друг на друга. На счет три вы должны смотреть друг на друга. И немножечко в камеру. Друг на друга. Пошел отчет. Три, два, один. Забываем, что такое моргать. Мне показалось или правый боец показал, чтобы тот член отсосать? Да, я его тоже видел. Это я его учил. Почему-то левому бойцу очень смешно в данной ситуации. Мне кажется, правый боец уже раз десять моргнул, нахуй. Нет, если что, если что, есть одна проблема, то что левый боец моргнул прям с нулевой. У правого такая же была проблема. Мы можем пересмотреть реплей. Дурак, нахуй, дурак, ты емкость для спермы, нахуй. Мне кажется, или левый боец моргнул. Я твой поступил, блядь. Давай сделаем фейс-фейс-девка, ебаная, нахуй. Уважаемая организация, а в какой весовой будет бой, не подскажите. Я думаю, после того, как он обосрется, он похудеет, как вылезает законно, блядь. Так, злой больше весеного перевес. Я 82 вешу, как будто ты сам расскажешь. Я 82 вешу, как будто ты сам расскажешь. Я 82 вешу, как будто ты сам расскажешь. Да ничего, он за 30 душу выбит, подменьше станешь. Двое выигрывает в 20 килограммах, так и в росте. Ну, я думаю, что нашему щупленькому хлюпику Вячеславу на это настройку. Поближе, поближе, полковник. Поближе, поближе, полковник. Поближе, за счет скорости и молниеносных ударов, которые не замечают. Иди сюда, ебаная. Иди сюда, ебаная. Иди сюда, ебаная. Я тебе сейчас вну с палец засуну. Слой так трясется, как будто его уже ебут нам. Давай, ближе, родной, давай, нахуй. Что там, нахуй, ебаная. Туда, пенисово. Бля, зоник, соси. Соси, 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 соси. У тебя большие проблемы, нахуй. Сделал, блядь. Крутые яйца сделал, сейчас, блядь, чисто так. Турцы и яйца. Турцы и яйца, то что не скажешь про твои яйца, моллюски, ебучие, нахуй. Увидишь их, завтра будет на своем личике, блядь, когда будешь лежать на кауле. И они, как блядь, как две капли воды, максимум будут ебать. Сыщешь, дурак ты ебучий, нахуй. Ну, они будут, по факту, нахуй. Свою икру, ебаную, достанешь, нахуй. По факту, нахуй. Ребят, хочу вам сказать огромное спасибо, что вы пришли на сегодняшнюю пресс-конференцию. Я, кстати, удивлён, что он пришёл, блядь, потому что с такими малюсенькими яичками он должен был, блядь, за дверью стоять и слушать, блядь. Иди, покажи, продемонстрируй, что ты можешь, как ты дерёшься. Ну, как говорится, на эту пришёл, он на следующую приедет. Вячеслав, правда, ради, он пришёл раньше, чем вы. Кто я? А ты Кристиан? Я был на тренировке, тренера, подтверди. Тест на допинг сдавать будем? Да, не был на тренировке. Если что, тренера мы разбудили, уже прямо на стриме. Он не дал задание целую часть боксировать и ушёл спать. Я дал задание боксировать и ушёл отдыхать. Этот тренер, он сам решает, как меня учить. В этом заключается ваша тренировка. Да. Моя тренировка заключается в тренировке дикой выносливости, животной выносливости и желании, желании, можно сказать, я не знаю, можно ли ругаться на этой конференции? Ясен хуй. Один мат. Можете употребить. Один мат. Я хочу, чтобы мой боец ебал противника на ринге. Я смотрю, вы любите, когда вас ебал. Тренер, я вас не подведу, тренер, я вам пизду ставлю на кон на хуй. Иначе тебе придётся ебать меня. Этого пеликана. Этого пеликана. Этого пеликана придётся. Просьба зала, просьба с октагона. Очень аудитория просит фейс ту фейс тренеров. Давайте устроим фейс ту фейс. И потом они разберутся. Я даже не хочу на этого клопну смотреть. Мне кажется, вы должны разобраться в VR-боксе. Что, уже боишься? В VR-боксе я не почувствую его. Давай, давай. Послушайте, а как вы можете вообще в славу голосовать, если вы не видели, как он дерётся? Тренировок не было ни в эфире, ни где, блядь. Разно тандыр Grove, я вас пишу. Разно тебе дело нечем тебя удивить. Ты нахуй тебя biziチем тебя удивить. Диман, тебе в лицу плюнули! Чу, ты терпишь, долбоё! Что ты нахуй тебя, терпи? Т domero! Терпи, терпи, диман! Покормите нам! Да боём ты плён, ты плён в зрителей, да боём ты плён блю� не в зрителей! Да боём ты плён, в зрители, з fried. Я тебе плён в зрители, блядь! Я гриву в блядь в зрителей! Флэв в него, в него! устроить ебейший бой успокоился говорить это сделаю верю стульчики на 180 градусов вот такой ситы из твоей жопы сделал виду вот такой через который я тебя пропущу почему мы чувствуем маску на эксайла тут нет я всадил куда мне кажется этот конфликт надо оставить на завтрашний день знаете что я хочу спросить последний вопрос артура артуру в завтрашнем бою у вас не будет тренера не будешь ли ты чувствовать себя неуверенно без поддержки своего тренера вы знаете что происходит с волком давай заберешь его потом из больницы вы знаете что происходит когда волка окружая стая гиен загоняю да он умирает нет он умирается до последнего как воин он падает и обсирается это ты про себя он становится еще яростней и сильнее так завтра я буду тем волком которые две гиены меня окружают ты будешь завтра первым волком который раздвинет жопу ебать чтобы вы его не отпиздили нахуй что этого сосунка вячеслав да без шанса вашего же тренера тоже не будет мой тренер придет мой тренер не такой цикл упрошел не то что его тренер который только на конференции я буду нажать нахуй мой тренер боец за другой в 20.00 на 20.00 понятно очко ебучая у нас четвертый раз все просто уже специально говорит что будет самолете потом сливается я вылетаю в москву если ты родной ты особо далеко не улетай нахуй потому что злой тоже улетит ебать посмотрим что полетит пусечка посмотрим ты сучка ебать ты пизелочка ты кисочка нахуй ты пососешь ебать завтра ты это вообще выкупаешь я кисочка которую ты будешь лизать как сучка завтра поверь мне я не против полизать кисочку но у тебя малюсенький хуй ебать промеж ножек это мой клитор скажите все идет по плану с вашим глазочки отдел он у себя типа строит брутала хотя сам понимает то что не уже геморрой выскочил понимаешь влезь пососешь и отлижешь одновременно мне похуй как ты это сделаешь но у тебя будет возможность и ты будешь нокауте лежать на ринге пусть эй киска мюкни справишься со всеми задачами сучка ебаная нахуй мы завтра разберемся с тобой научись поджимать хвост когда я забью тебя в уголке девочка ебаная мы завтра с тобой разберемся на запомни мои слова этот день ты запомнишь навсегда нахуй это бьется клеймо моего члена это день возможно ты забудешь брать но твои щеки будут помнить сука до конца эти пиздить не стану твой ротик мой хуй запомнит как скульптуру блять сделать форму ёпта я тебе блять вот пожалуйста вы уже наговорились да я думаю нам надо останавливать все это день секунду подождите единственное что вам нужно будет завтра сделать это доказать сегодняшние слова я надеюсь вы это понимаете слава скинули ссылку на трансляцию ржавый спорт все это время вел трансляцию крысы блять ебаный сыр блять ушки это не мой коллега был на слабо берем а ты готов побриться девка ебаная блять яичко мне нечего терять ведь я выиграю яичко у тебя как страха волосы выпадать долбою песню хуй ты ничего на твиче ты готов быть таким же маленький лошадчик блять увидим твой глобус блин я думаю лучше не стоит рисковать такому учил не чтоб заднюю давай это вы говорили лучше драка не состоявшие получил давать они заднюю ебала завали нахуй пеликан рыжий пиздобол ты сам нахуй сидел там гримте наклеивал липта носок потом волосы просто отрасли блять пизду нахуй рухлявый блять так чё ты обосрался до грибник сами старости нахуй обосрался не уверен не обосрался перестраховался до тренер на лысу ну неважно каким образом можно также с гримом похуй как главное чтобы был факт на вас интерес не надо было сказать но что узнает я я очень надеюсь от лица всех репортеров что вы за свой пиздёж ответить отвечать за таком совет на будущее обиделся блять славу ты обиделся блять хейтер сгона хейт собаки рают лают блять колованы идет собаки в раю как говорится коты в аду я под закапываю день до эпоху я вот пиздячую блять друзья мне снова информация информация от зала чтобы приз не был материальным предлагаю проигравшим на лысо побриться тебя давай по бремену давай смотри типа если если проёбывая то время на лысо алексей если блять злой то у всех троих репортеров давай вот здесь вера начинает просаживаться нельзя изменять верьте меня как вы думаете сейчас кто победит знаете вадим сейчас вера немножечко пошатнулась но в любом случае я вспоминаю слова дмитрия ликса если что все всегда можно сделать да если ты проиграешь катюку на вас обреем хуя чем не похуй давай у женщин волосы быстрее растут быстро отрастет на ху гривы так чтобы мы не про гривы говорим удачи удачи вам завтрашнем бою хочу только пожелать чтобы был интересным и самое главное красиво я думаю мне с этой сучкой больше не о чем пиздеть принципе разговоры я думаю на этом могут быть закончены я думаю тут и так все всем стало понятно были все понятно даже на бою тренера не будет о чем речь летит пока его боец берется боксерский мешок нахуй меня вот так буду я буду я думаю надо всех поблагодарить за конференцию на этом так сказать подвести итоги спасибо вам большое спасибо очереди покажу всех так сказать представителей большое уважение до него бывает блага white красавчик мой незаменимый сильный тренер дмитрий ликс микки голдмилл который съебется и не придет на бой вот и буду жопу блять а тебе будь тебя слов единственный репортер который шарит в боях куда ты полетел за хорошо умовство долбоеб который сидит в туалете и на хромаке и включил конференции который переквалифицировался звезду кампуса ну как максим кометов рыжий пиздобол который до конца жизни обиделся то что я выебал в к с 16 2 16 3 о боже блять хорошо вспоминай нахуй что вы думаете потому чтобы устроить реванш можно конечно но у нас уже два и так матча был после двух проебов не то есть там первый матч шестнадцать пять шестнадцать шестнадцать второй еще 20 улетел у меня репортер четвертый сейчас хорошей форме я думаю я сейчас в отличнейшем форме четвертый репортер я вам сделаю серьезное предложение какое вадим казаков и вячеслав что если я вам предложу сыграть на одну тысячу долларов один на один дабы решить решить этот конфликт нет конечно же не сейчас мне кажется если есть я подготовлюсь у меня будет тренер как здесь то он также будет сидеть после поражения хочу напомнить то что когда я выиграл 16 3 16 2 я не играл в к с месяц дуэту начнем с того что я даже не тренировался у меня был стрим включен пиздобол ебучий наху когда врешь но славы кромка будет получена на финанс приятно приятно я в любое время готов за хуя себе давай завтра тур как будет будет как луна впадет ничего брат можете себе оставить неуверенность проснулась в лице вячеслава не я-то наоборот настолько уверен что мы похуй на бабки мне вообще поебай барзанчик я эту я эту сучку как семечку ёбаную щелкну блять смотрите получается вячеслав какова ваша цель завтра победить злого а потом победить доказать папа ту все-таки осознание лох моя цель блять отстаивать свою нахуй ими более и доказывать тем кто пиздить что я гриб нахуй покажите свою раму на пресс желательно пресс вячеслав вообще без проблем пресс покажи кисель ебаный ебало свою завали нахуй готов ли согласен готов девка ебаная нахуй где твой пресс вставай сучка это ты ебало на кусечка ебать подними футболочку или там что блять у тебя а там пиздец артур там полный пиздец там чисто одни круги спасательные блять подождите у меня сейчас небольшая вячеслав покажите свой спасательный круг пожалуйста доме бизил верни через голову плечо 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 как будто уже ебало снесли слышишь что товарища пиздел нахуй кто там на меня сделал нахуй что я слабочок то немножечко не верится это все эффект камеры камеры полнят камеры стройнят камеры врут камера брут камера грудь а ты еще здесь спасибо спасибо вам смысл выкишь дубер ты бы тренинг тебе улетишь завтра улетишь ты че вообще дал моё нахуй сейчас я замучусь легенда просто